А где тут не упадешь? Смотри, как Курская дуга. Время мирное, а жертвы есть. В июне под селом Новошипунова с дороги съехал молоковоз. Сам выбраться не смог. Здесь он и лежал. Потом здесь трактор приходил и его отваливал. Поэтому такие ситуации бывают нередко, что машины стаскивают. Всего 7 километров на весной, осенью и в дождливую погоду. И они становятся настоящим испытанием. На счету этого небольшого отрезка десятки опрокинутых машин по-другому, так скажем, покрытие этой дороги не справляется. Эти 7 километров соединяет село Новошипунова с трассой. На большую дорогу через поселок выезжают и жители еще двух населенных пунктов. Направление стратегическое. Правда, состояние его говорит об обратном. Каждый день здесь проезжает несколько десятков машин. Тревожность водителей растет вместе с уровнем осадков. Вот она желтая. Вот видно, это глина. Небольшой дождь и уже заносит. По словам жителей, проселочная эта дорога была всегда. Но раньше покрытие удерживал щебень. Лет пять назад его не стало, дорога размякла. И теперь функцию спасателей выполняют сотрудники ближайшего агрохозяйства. Нет. Ну, естественно, когда свои машины сопровождаются, тут уже без звонков посылаешь автомобиль, допустим, груженный, и сопровождает его трактор. Летают чаще всего не местные, потому что местные уже осторожнитесь, уже потише едут или сразу с сопровождением едут. И сколько раз в день может быть вызовов? До пяти, до десяти вызовов точно может быть. В летний период проводится неоднократное грядирование этого участка дороги. Но отсыпки, на мой взгляд, к сожалению, маловато проводятся. Упасть автобус с детьми. Могли и машины столкнуться, потому что невозможно разъехаться на такой дороге. Сами понимаете, вот из-за этого люди собрали подписи, чтобы как-то привлечь внимание властей на данную проблему. Все село будет за, чтобы этот участок дороги отремонтировать. Гури участок – дорога регионального значения. Поэтому подписи активисты адресуют скорее краевым властям. Люди считают, что пора положить конец этой рулетке и сделать дорогу, которой пользуются несколько тысяч человек, безопасной. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.